В этом году, если не дай Бог, Машиах не придет в этой пятнице, мы будем поститься посте десятого тевета. Мне уже задали вопросы, на какой день переносится пост десятого тевета, когда он совпал на пятницу? На четверг или на воскресенье после шаббата? Всем понятно, как такого может быть посте в пятнице. Мы знаем, что если пост совпал на шаббат, например, 9 авгу, что эта дата может быть в шаббат, пост переносится на воскресенье или 17 тему, то же пост, который может быть в шаббат, он переносится на воскресенье. Поэтому люди спрашивают, когда пост десятого тевета совпал на пятницу, на какой день он переносится? И это логичный и правильный вопрос, очень трудно. Не складывается в голове, делать пост в пятницу, в пятницу день, когда мы должны готовиться к шаббат, и тем более пост заканчивается, уже после захода шаббат, получается, какой-то част шаббат мы будем, мы еще при пост, при заблудении паста, и как вообще делать это в канун шаббат, когда молитва, когда молитва минха, как читать Тора на канун шаббат, и так далее, и так далее. И поэтому, друзья, сегодняшний урок мы посвятим именно эту тему, пост десятого тевета, в общем, его история, его законы, а как вести себя, как в этом году, когда пост десятого тевета совпал на пятницу, канун шаббат. Это календарь, который был у нас последний раз, 7 лет назад, 5774 год, 2013 года. История 10-го тевета началась в 2014-45 лет тому назад, и в сегодняшний день не выход на церцарь бавилон, начинал свою осаду за Иерусалим. Эта осада, которая длила 2,5 года, привела, в конце концов, к разрушению стены Иерусалим, эта перезошла в первый храм 9-го темуза, а затем месяц спустя разрушение первого храма в 9-го оба. Получается, все начинается, начался авета день 10-го тевета. И поэтому наши мудрецы, пророки, установили нас этот пост вместе с других 4 постов, общественных постов, которые были установлены в честь памяти и трауру о нехороших и тяжелых случаях, которые перезошли с нашего народа в чешенья истории. Поприятка, календарь, гадавой календарь, первые посты, это пост гедалия, который мы проводим в основном 3-го тишрей. А второе, это пост 10-го тевета. Затем у нас пост 17-го темуза. Почему 17-го темуза? Есть ли мегаварим, что разрушение стены Иерусалим, билав 9-го темуза? 9-го темуза, это билав 1-го храма, в разрушение, второе храма, это случилось 17-го темуза. И мудрецы решили, что поскольку после разрушения второго храма у нас, к сожалению, еще не был построен третий храм, обединили эти две трагедии на один пост в 17-го темуза, которая обединила эти трагедии 9-го темуза первого храма и 17-го темуза, и, конечно, 9-го ава, самый трауруный день, который мы все знаем. Вот так, что эти есть наши четыре, и еще один пост, это пост-эстер, который мы саблудаем на канон-пурим тринадцатого аддара, но не он нефходит в этой группе четырех пастов, которые установили наши прароки. И сетех четырех общественных пастов, десятого тевета, он единственный, который еврейский календарь позволяет его быть в пятнице. Остальных постов они не могут быть в пятницу, они могут быть и в шаббат, но если они в шаббат, они, как мы знаем, переносятся на другой день недели. И почему действительно, если этот пост, когда он совпал на пятнице, мы его соблюдаем и в пятнице, почему он не переносится? На самом деле, это очень строгий пост, пост-десятого тевета. Есть очень интересные слова, которые пишет раби Давид Абудерхам. Раби Давид Абудерхам, коротко мы его называем, в жаргон Галаха Абудерхам. Он жил 680 лет тому назад, из мудрецов Испания. И он пишет, послушайте какие слова, что если теоретически, 10-й тевет совпал на шаббат, фактически это не может слушаться, календарь этого не позволяет, но теоретически, если 10-й тевет совпал на шаббат, мы бы соблюдали пост 10-й тевет премия в шаббат, так же как Йом Кипур. Если Йом Кипур совпал на шаббат, мы соблюдаем пост-и в шаббат, и то же самое будет 10-й тевет. То есть, послушайте, 10-й тевет совпал на шаббат, если на шаббат переносится. Девият тевет, а если на шаббат переносится. Но 10-й тевет, если саппал на шаббат, говорит Траби Абудерам, не переносится. Тем более, если он в пиатнице. Почему это действительно так? Пишет Траби Абудерам так, в книге Йехескел, пророк Йехескел 24-й глава, когда он пишет Траби Абудерам, которая была 10-й тевет, он использует очень особые слова. Боэцем Хайом הזה, в тот же день. И поскольку пророк говорит в тот же день, значит, это особая сила в тот же день. Этот день он особый, Траби Абудерам, которая была связана именно с тот же день, и поэтому он не переносится. Наем Кипур тоже написан в тот же день. Это является источник слова Раби Давида Абудерам, почему даже если он совпал на шаббат, он не переносится, а, конечно, если он в пиатнице. Действительно, Бет-Йосеф, известный мудрец, Раби Йосеф Каро, который известен как Бет-Йосеф, он спрашивает, откуда у него? Откуда у него такие мнения? Он не соглашается с Раби Давида Абудером, что если 10-й тевет был на шаббат, то, что 10-й тевет премьев шаббат. Но, Лубавельский Рабида, в одной северной беседе, он объясняет, что действительно, поскольку 10-й тевет был на первой, первой день, когда в нём началась трагедия. То есть, в этот момент, когда невухадный церцар Бавилон окружал сцени Иерусалим и на два с половиной года держал Асада вокруг Иерусалим, на самом деле, это день все начинается. разрушение храма, которая была потом, девията ваева, это все в результате то, что начался в 10-й тевет. И поэтому, что это самое строге дейн, это самое строге трауре, это самое большая трагедия. Трагедия разрушения первого храма началась когда? 10-го тевета. И по этой причине, пророк Ехескел этого называет «в тот же день», и по этой причине говорит нам раби Давида что если бы этот день совпал на шаббат, мы бы не перенесли этот день. И, конечно, когда этот день совпал на пятницу, мы будем в этой пятнице соблюдать все законы траура. Я думаю, что эти слова дают нам понять, что это действительно серьезный, строгий день, и мы должны внимательно относиться к этому и соблюдать все законы, и все обычаи, и все правила этого дня. День начинается, пост начинается в отличие от 9-го ава и Йом-Кипур, который это пост, который начинается накануне вечером. Этот пост, 10-й день, начинается утром во время рассвета. И он завершается во время выхода звезды, когда заканчивается день. В этот пост мы не кушаем, ничего, нельзя ничего не пить. И даже не чистить зубы, не чистить рот. То есть полная программа для пост. Но поскольку это зимнее время и рассвет довольно поздно, можно встать рано утром и до рассвета еще покушать. Человек, который не может без этого, он может встать рано утром и это делать. Но запомните, те, которые хотят запланировать вот такая программа, перед тем, что вы будете ложиться спать, вы должны сделать предупреждение, что сейчас для вас пост еще не начинается и вы собираетесь еще встать ночью, рано, ночью, до начала поста, чтобы покушать или попить, а тогда разрешается этого делать. Обязанности соблюдать пост распространяется на мужчина и на женщина. и мужчина и женщина имеется в виду от возраста 13 лет и дальше и у мужчин и 12 лет в возрасте барбат митва у девушки и выше. Ниже этого возраста, то есть мальчики до 13 лет и девочки до 12 лет, они не должны соблюдать этого поста. Также, кто еще не должен, не обязан соблюдать этот пост, беременные женщины, кормящих мам, пожилые людей или людей, которые не чувствуют слабости, если, не дай Бог, человек болен, даже если это не такая болезнь, болезнь, которая в ней есть, не дай Бог, опасности. Это называется холеши эмбл сакана. Болной человек, который в его заболевании нет никакой опасности, вместе с тем мудрецы освобождают его, он не обязан соблюдать пост. Но все остальные, которые, слава Богу, в полном здоровье, должны, обязаны соблюдать этот пост, он строгий пост. Что делать в пятницу этот же день, когда в каждый еврейский дом кухня работает в максимальный объем, готовится шаббатная трапеза, и при изготовлении надо иногда попробовать какой вкус, надо добавить соль или надо добавить соль, добавить перец или надо добавить перец. Значит, можно взять ложку немножко в рот, чтобы попробовать вкус, если все в порядке или нет, это в честь уважения к шаббат, но, конечно, не глотать этого, почувствовать вкус и сразу этого выбрасывать и не кушать этого. Это разрешено. Какие обыча в этот пост десятого и как он будет выглядеть в этом году, когда он в пятницу? в пятницу, Субтитры сделал DimaTorzok Малитва Минха Малитва Минха Малитва Минха Малитва 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 Минха Самые ранние времена, когда только можно, чтобы во времена исход звезды, мы уже будем читать шума. И сразу после окончания шаббатной молитвы, которая мы молимся еще при состоянии паста, мы говорим друг другу Гудшабес и расходимся домой. Сегодня мы молимся, как во битвы шаббат, и бакал кидош, это первой бакал, который мы випеваем после паста, и шаббатная трапеза, она как раз той трапеза, которая завершает паста. И я хочу вам сказать, что в этом есть тоже очень большая символика, очень важный хорошее знак. Так, мудрецы наши, мудрецы обишали нас, что ехофху йомим эйлу, это прарок ישаяу, обишал нам, прарок Исаи, прарок Ермияу, что эти дни, эти четыре апшесвенных пастов, которые установили мудрецы, ехофху йомим эйлу, לסосэйн, улсимха, улемоядэм тоэвим. Эти дни будут переварачь въеца на праздничные дни, на хорошие дни, на радостные дни. И лубаверска и ребят патчоркевит. Что тем день, тем траур в этот день более строгий, так переворот будет гораздо больший. То есть если десятовая тавета, мы понимаем, что в нём траур очень большой, что траур очень строгий, мы можем себе представить, что переворот на праздник, когда, дай Бог придёт на ширх, и этот день станет праздником, значит самый большой праздник будет день десятого тавета. И то, что сразу, смотрите, такой переворот. Такой переворот, только что был пост, а как начинается пост? Мы не сидим на кухне, и кушаем что-нибудь, чтобы успокаивать наше тело после целый день, когда мы постились. Нет. Заканчивается пост, заканчивается трав, а сразу мы сидим, вся семья вокруг шаббатный стол, из шаббатных деликатеса, шаббатные традиционные еда. Я думаю, что этот вещь символизирует переворот, которыми я ожидаю. Который будет и в этот день. Поэтому, друзья, желаю нам всем, чтобы у нас будет легкий пост. И дай Бог, чтобы слова пророки о том, что будет очень скоро прихода Машиаха, и переворачивались эти дни на радостные дни и на весолые дни, дай Бог, что это будет уже в этом году. И мы не будем ждать до пятницы вечером делей трапезы, но чтобы Всевышний отменит этот пост, и мы будем праздновать этот день вместе с Машиах. Спасибо.